и вы смотрите год прошел после моих эфиров и общественные мнения в россии особенно она повернулась к этому моменту лицом и та самая швейцария немножко пострадала в значительной степени если раньше нельзя было долбать их банки и туда бежали все воры мира и там они в своей библейской клетке сидели недоставаемые для правосудия то сегодня уже многие банки швейцарии аннулированы пострадали и раскрыты уже нет такой недоступности в швейцарии которая была некогда ранее и швейцария сегодня официальными лицами россии и многими другими объявляется страной агрессором которая непосредственно ведет агрессию против россии то есть все потихонечку ставится на свои места люди просвещаются люди понимают где наконец-то располагается самый правильный из агрессоров самый правильный с точки зрения сайт отнесения его категории агрессоров и что с ним с этим агрессором нужно делать еще вы заметили что те же держатели иерусалима они последнее время в принципе из официального телевидения как политики политологи и различного уровня политические деятели пропали их как бы немножко стерли но зато они вместо себя выставили огромную армию говорящих голов которые присутствуют на российском телевидении на всех непосредственных каналах госдума у нас приняла закон вот только недавно что русский язык должен быть государственным и чистота его должна блюстись и точно на следующий день первый канал выпускает бесконечную серию тупейших передач которые называется подкаст лап не то что иностранным названием но еще и просто конкретным набором слов которые относят эти эфиры в лучшее время эфирные относят эти эфиры к непосредственному нашему противнику в сегодняшнем противостоянии на кого работает первый канал на кого работают остальные каналы где выходит в эфир руководители этих передач ведущие этих передач с фамилиями сайнс американские граждане которые имеют фамилии те которые к россии ни отношения никакого не имеют они ведут максимально пропагандистские идеологические программы в которых как они считают хитрожопыми средствами которые как бы простым людям не видны но непростые люди все это видят они вводят такие моментики которые поднимают агрессоров ту же самую америку их средствами средствами этих сайнсов и посмотрите набор этих людей которые приглашаются в студию там никогда не бывает людей которые были бы не из библейского проекта я ничего не имею плохого против этих людей да они победители да они в семнадцатом году 1917 году путем кровавого мятежа завоевали нашу страну теперь они сыновья внуки и правнуки тех самых кровавых мстителей они имеют полноту всей своей власти вы могли бы настолько сильно удивиться если бы были бы способны понять всю эту глубину но я не буду вам это говорить потому что это как бы не очень безопасно и не очень этично может быть но сегодня во многих отраслях занимают руководящие позиции те чьи деды и отцы непосредственно убивали наших дедов и отцов в революцию и гражданскую войну вы удивились бы если бы знали кто именно управляет определенными силами в нашей стране будучи внуком тех кто расстрелял царскую семью как они сами же и говорят и вот получается так что библейский проект это то что нами сейчас управляет с точки зрения глобального государства и мы должны понимать что альтернатива этому нет еще лет двадцать тому назад можно было говорить о русских волшебных сказках еще сто лет тому назад русское географическое общество собирала эти сказки и выпускала их сегодня церковь стоит против тиражирование русских сказок и против изучения их детьми и взрослыми россия в этом смысле добивается и наш сегодняшний военный конфликт на западных рубежах он не столько касается каких-то там конкретных западных моментов с территории сколько касается этой самой доктрины россия должна идти своим путем если в россии не останется русского народа весь мир загнется потому что паразитам нужен носитель который питает их вы посмотрите помните сколько прошлой осенью людей воров сбежала из россии которые обворовали здесь русский народ избежали к себе в иерусалимы сколько таких людей сбежало вы знаете без меня это сотни тысяч а то и миллионы и никто из них не привлечен не наказан все бегают только за писателями правоохранители и думать что писатели назвав ту самую болезнь птичьего гриппа словом фигельсона почему-то правоохранители считают что это уголовное преступление а вот то что бюджет россии расхищен теми самыми товарищами и увезен в товарищеские страны правоохранители почему-то не считают это преступление и опять же торчат уши ноги копыта задницы того самого глубинного государства которое таким вывозом капитала и занимается кстати в наше время вот сегодня в эти вот месяцы дни тема вывоза капитала исчезла из эфиров потому что как бы типа у нас уже никто ничего якобы не вывозит а я вам скажу по-другому что произошла замена кадров на информационных ресурсах и те товарищи которые заняли теперь все посты на этих информационных ресурсах они уже организованно умалчивают эти самые течения этих самых вывозимых капиталов теперь я вам расскажу о государственном строительстве крупными мазками как оно устраивается то есть я вам попытался объяснить что существует доктрина от которой танцует современное государственное строительство то есть есть библия как идеология от нее строится только один способ государственности он называется капиталистическим форма этой государственности сводится к одному постулату убей или будешь убит все вариантов никаких нет мы вспоминаем каина и авеля каин убил авеля на этом начало библии состоялась и вся остальная библия только сводится к этому заканчивается она новым заветом где народ убил своего бога и потом народ удивляется как же так мы подумаешь всего-то бога своего убили а почему нам счастья то нет почему мы окружены я имею виду иерусалим пустынями и воюющими террористами да потому что вы сами такие вы убили бога что может быть еще хуже чем это ничего потому что это хуже даже чем убить свою мать или отца и вот такой народ сегодня тиражирует эту библейскую историю внушает ее массам ну и естественно как флагман таких государственных отношений та самая америка она живет именно по ним вы сами знаете что как только ребенок получает там какие-то 15 лет свои достигает их он уходит из нормальной как говорится американской семьи и потом долго выкарабкивается с этого дна на какой-то там нормальный уровень плавания поубивав переносном смысле конечно то и в настоящем поубивав какое-то количество своих друзей оппонентов а то и своих родственников вот она результативность той самой библии а ведь американские президенты клянутся принимают присягу и приносят свою клятву народу именно на библии а не на трудах коммунистической партии советского союза ну и ответвлением капитализма ответвлением капитализма является советский строй он сделан таким образом что те люди которые вкладывали свой имущественный и интеллектуальный труд получение своих предприятий то есть своей собственности они были последователями библейского проекта убиты уничтожены или выгнаны из страны и остались только два элемента в управлении то есть непосредственно люди которые не имеют ничего и как рабы рассчитываются с государством только своим трудом это так называемый пролетариат и второе это государство состоящие полностью из носителей библейской религии которая забирает эту рабскую трудовую силу и формирует свой государственный бюджет который делится непосредственно между библейскими носителями той самой идеологии вот что такое советский режим он может быть и в китае китайско коммунистическо советский капиталистический режим это особая форма но это все равно библейский режим он может быть и в советском союзе как мы его помним еще он может быть и в любой другой стадии и я вам напомню что коммуны коммуны которые нас вели с вами коммунизмом советское время они пришли не только из франции но они пришли и из других западных капиталистических систем во многих европейских странах до сих пор остались коммунные коммуны как ячейки образования государственности объятые теми самыми библейскими отношениями никакой это не народный строй народный строй был до 1917 года когда в россии правил российский русский народ и когда он сопротивлялся из последних сил тем кто пришел из-за черты оседлости я вам уже говорил что официальная цифра данных на 1901 1905 года там два-три года это 30 тысяч убитых государственных российских деятелей которых уничтожили те кого эти же российские деятели впустили из-за черты оседлости то есть западной из юго-западной украины и те которые потом провели на этих массовых репрессиях и терактах ту самую революции 1917 года и сегодня правит россии замыкаю кольцо последователи тех внуки правнуки иногда сыновья еще тех кто убивал наших отцов в те самые революционные и предреволюционные годы вот так завоевывался мир и эти войны это разделение мира оно состоялось в конце девятнадцатого начале двадцатого веков раньше этого не было ничего вы можете сколько угодно читать о турецких войнах об османских империях но вы должны в голове всегда держать то что турецкий язык османский появился только в 1923 году если память не изменяет но не ранее может быть даже позже вы можете сколько угодно говорить о древней истории древней греции и наслаждаться какими-то балладами письменами и тому подобными произведениями но вы должны помнить что греческий язык только в восьмидесятых годах двадцатого века начал преобразовываться непосредственно в язык до этого его не было люди могли эти баллады читать только молча не произнося ни слова у них не было системы коммуникации это примерно то же самое что сегодня с израилем 1948 год это образование не только государство израиль но и появление ивриты как языка конечно то что его искусственно подвязали к древним синицким языкам которые вымерли тысячи лет тому назад это знаете такой пистон чтобы вы понимали мол есть такой дедок или бабушка которая помнит тысячелетний иврит который она вставляет вот в новые слова и на этом плане делает новый вариант того самого языка переверание идет постоянно настоящая история идет только с конца девятнадцатого века первые государства в мире были построены только в двадцатом веке и россия была одним из первых государств и единственным во всем мире в реальной настоящей истории поэтому все вещи которые касаются голубиных иных или там третейских каких-то государственных строительств они никоим образом не связаны ни с каким ватиканом не с его подземными тундрами которые появились опять же только в 1929 году ватикан вообще построен только в это время и не надо друг друга парить более ранним его существование посмотрите официальную историю ватикана то что он у себя собрал какие-то библиотечные реликвии скажем так то это ничем не выдает его из состава библиотек в том числе и района в которых ну да содержатся эти книги но смысл от этого содержания в чем что от этого люди или папы становится умнее что ли нет не умнее все действительно новые технологии сначала я вам уже об этом говорил сначала поступают в военную сферу рождаются они в военной сфере поэтому вы простые люди которые не посвящены в эту секретность никогда о них не узнаете только отработав положенные 50 70 лет в военной сфере эти технологии потом выпускается на свет в общее пользование и внедряется в капиталистических странах как некие изобретения отдельных единоличных изобретателей так было с тем же интернетом который был изобретен у нас в военной сфере в экономической сфере в 50-е годы двадцатого века а потом уже по мере расширения всех этих вещей он уже был отдан американцам на изобретение и те его применили непосредственно к своим институтом первоначально же интернет применялся у нас на двух позициях первое это было охрана воздушная охрана закрывающие небо москвы это 60-е годы и вторая система это была система госснаба формирование цен одновременного формирования цен во всем советском союзе управление ценами управление советским строем формирования цен одновременных на всех территориях советского союза и всех республик она была создана в нашей системе госплана функционирует там стоял компьютер он обслуживался он был полусекретным уже а уже американские сегодняшние эти все вещи это американские это уже ширпотреб и так происходит всегда